Приветствую, дорогие пироманы, диванные и не очень. Не секрет, что большинство товаров в нашем мире сугубо одноразовые. И зажигалки это один из тех товаров, к которым эта одноразовость особенно сильно относится. А если вспомнить про многоразовую зажигалку, то подавляющее большинство вспомнит разве что фирму Zip. Но Zip далеко не сразу пришли к власти над миром, миром зажигалок. Австрийская инка долгое время была сильным конкурентом Zip, но в 2012 году завод закрылся. В Zip, наверное, много шампанского по этому поводу выпили. Бренды производства были выкуплены японской фирмой. Ну, я думаю, мы все понимаем, с какой провинции эти японцы и почему предпочитают Алиэкспресс. Да, на коробочке даже сам шрифт палит китайское происхождение. Вот с первого взгляда вроде и непонятно, что с ним не так, но вот он какой-то вот такой, что его обводы, они, ну, не характерны для тех шрифтов, которыми пользуемся мы. Самое главное качество этой китайской инки, от которого будет писать весь дальнейший обзор, то, что зажигается аппарат очень надежно. Но, но, это достигается ценой быстрого расхода кремлений. Люди говорят даже про две недели на один кремень. Ну, это, наверное, преувеличение, или те, кто пишет про это, там, по пачке в день выкуривают. Я не знаю, но, в целом, в целом, эта инфа косвенно подтверждается тем, что в комплекте, в комплекте обязательно дают, ну, вот такую штуку, которая хранит в себе именно запасные кремнии, ну, и фитилек туда же. Да, еще в коробочке лежит инструкция, ну, тоже понятно, на каком языке, да, понятно, что ничего не понятно. Ладно, коробочку долой. Открываем зажигалку, чтобы разобраться с кремнями. Так, да, конструкция тут жуткая. Жутко выглядит, по сути, пружина еще на одной пружине. Так, в общем, вот, да, кремень. Иди сюда. Так, вот, достал. Его, его осталось еще примерно половина. Хотя, ну, я эксплуатирую зажигалку еще меньше двух нитей, с тех пор, как она до меня дошла. Но, в целом, ну, кремня вот, вот, вот сколько. Ну, вы его видите. В общем, если видите, то, да, на этом месте, на этом месте бывалые люди наверняка начнут задавать вопросы. Так, хэй, братан, перома, что это у тебя за левый черный кремень? Откуда ты его такой и достал? Я отвечаю. Я его достал из обычной зажигалки Крикет. И, как видите, вымклон становится, ну, просто идеальным. Так что, если вы вдруг владеете заводом по производству, ну, или переработке, в общем, использованных уже зажигалок, то с кремнями для имки у вас проблем никаких не будет. Ладно, если серьезно, то эти кремнии покупаются там буквально на развес, на том же Алиэкспрессе. Сейчас там 300 рублей, даже меньше, за 100 штук. Даже с текущим курсом это, я думаю, вполне доступно. В общем, вот. Так, ладно. За этой металлической дверцей есть еще одна интересная особенность, вытекающая именно из быстрого поедания кремней. А вот, в общем, тут находится ниша, в которой лежит, в которую можно положить, чтобы он там лежал, именно запасной кремень. А это позволит вам оттянуть момент погасания зажигалки, ну, в два раза. Криво говорю. Ну, в общем, сделать этот момент вдвое дальше. Скажем так. Вот. И именно если у вас там лежит этот кремень, то открывать дверцу вот так вот, не нажимая на язычок внутри, не рекомендуется. Это возможно делать, но так делать не надо, если у вас там лежит кремень, потому что он в таком случае выскочит, и вы его не найдете. Ну, я сейчас не буду, наверное, повторять. Да, вы уж простите. В общем, вот, с кремнями мы разобрались, наконец. Теперь еще по другим особенностям этой конструкции. Она закрыта вот такой вот крышечкой, которая служит, ну, в общем, кнопкой, кресалом. В общем, там есть механизм, который проворачивает кресало. И это, если честно, лично мне очень сильно по нраву, потому что кресало обычных зажигалок терзают мои нежные пальчики. А еще с этой штукой имка, ну, хорошо работает в дождь. Вот. А вот эта пластинка, под которой идут отверстия, это регулятор высоты пламени. Вот. Так, на минимуме. И так, на максимуме. При работе, особенно долго, верхняя часть зажигалки весьма ощутимо нагревается. Ну, тут типа ветрозащита, что ли, я не знаю. Ну, вероятно. Это сделано именно как ветрозащита для того, чтобы при любой погоде работало. Ну, в общем, осторожнее, если вы там пытаетесь что-то долго разжигать ее. Не обожгитесь сами. Ну, тут уж я надеюсь, что кто меня смотрит, тот будет благоразумен на этот счет. Глупому самураю не следует доверять стеклянный меч. Но, но инженеры имка и тот сценарий, где зажигалка горит долго, тоже продумали. Ать. Раз. И зажигалка превращается в изящную бензиновую свечку. Соответственно, нижняя часть инсерта вот снимается и на вату капается бензин. Если что, я ничего не перекладывал там, все штатное. Вот до того момента, как начал гореть фитиль, от первого закапывания там пяти кубиков галоши, у меня прошло, ну, неделю. Может, надо побольше капать. Ну, посмотрим, как она дальше будет жить, как работать. Ну, серьезный минус у этой имки на самом деле только один. Общий и со всеми бензиновыми зажигалками. Ее в самолете возить нельзя. Может быть, еще можно, если вы летите по маршруту какому-нибудь там, типа, Омск-Ижевск. Ну, короче, вне столиц, потому что службы безопасности столичных аэропортов лютуют, отбирают все, что им не нравится. Зажигалка стоит, ну, рублей 800, и лишиться такой вещи из-за этих гадов было бы очень обидно. Ну, что ж. Вот такой вот австро-китайский агрегат. Симпатичный, хорошо собранный, надежный, все такое. Я думаю, я могу порекомендовать его с чистым сердцем. А на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, все как обычно. И до скорых встреч!